Часик в радость и ферсладость, дорогие хиканы. И сегодня в нашей аналитической передаче я бы хотел сделать обзор на шаболт с последнего звонка, которых я сегодня видел, я сегодня колесил в центре, ну естественно, по государственным делам, по жаре. И как только я увидел первых двух шаболт, я понял, надо делать видос, потому что я попал в пучину своего инсайта, который я с ужасом понял, что они отличаются от того, что было лет 10-15 назад. Я с ужасом это понял, потому что хикан у нас уже старичок, он древний, он помнит еще пророка Самуила, он помнит раньше, раньше, раньше были времена, а теперь мгновение, поднимался раньше хуй, а теперь давление, можете записать цитатник и применять там, где надо, исключительно. Я понял, что они эволюционировали, что они не дикари, ну по крайней мере то, что я увидел, это было днем, ну не важно, не важно, может к вечеру там инволюция произошла, ну не важно, не важно, что я увидел, хочу с вами поделиться. Олдфаги, которые меня помнят, сейчас не дадут соврать и подтвердите в комментариях то, что я скажу. Вы же помните, блядь, весь этот сатанизм, который был тогда еще лет 10-15 назад? Я вспоминаю свой последний звонок, когда ты идешь, а там баба перед тобой, и у нее на жопе, да не только на жопе, по всему телу, вот так, вот так, стразы, стразы, стразы везде, и там Роберто ковали, тролливали, в рот ебали. Это ужас, это сатанизм, везде, 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 блядь, гопники лысые, как колено, с пивасиком. Эй, чипига, чипушок, макоблей, Судана подошел, эй, чипига, Чавелла. Еще с местным акцентом это, эй, Вася, что ты гонишь, что ты гонишь, Судана? Ну, там, конечно, были, может, эмачи какие-то, нефоры, какие-то говнари, но это было спорадическое явление, в основном все вот такие, эй, садана-бабища, блядь, такие же. И ты смотришь им в глаза, а у них нет там пирамиды масла, у них единственная вот в пирамиде, блядь, надпись, это певчанская, от которой уйдут как метастазы, блядь, как клешни рака, блядь, которые хватают тебя и уже уносят в могилу. Там одно слово пивалда, пивасик, блядь, потому что они нахуяриваются, Ты смотришь им в глаза, а у них тут написано, вот как бегущая эта, блядь, строка, что это, сука, макакорезусы, сбежавшие из Сухумского зоопарка, и, блядь, сыновья ишаков, блядь, сын ишака там написано, и надо это с акцентом произнести, о, твоя мать, ищачка, блядь, тебя ищачка родила, и все такое, ну, с акцентом, ищачка это с акцентом надо произносить, так звучит экспрессивнее. И ты смотришь на все это, и просто охуеваешь, и думаешь, ну, вот, ну, ну, как так? Хотя я был, ну, блядь, я, конечно, это понимал, но не так, не до конца, не как сегодня понял, что они действительно эволюционировали, потому что я вам сейчас еще объясню, вот, я помню этот, вот хотел сказать про мискуитет, ну, как будто что-то плохое, как будто сейчас никто не ебется, но я не знаю, как сейчас, может, сейчас это как-то эстетично делают, вот, но тогда я, местные не дадут соврать, я вспоминаю этот парк Щербакова, блядь, ну, у нас вот центральный, и там рельсы, там рельсы, железная дорога есть, и вот уже стемнело, и на этих рельсах, блядь, вот, тут проходишь, там кого-то на рельсах, на шпалах, шпандорят, там кого-то дальше прошел Петруша, там в какой-то, блядь, сука, посадке, там кого-то нашампуривают, и там, и там что-то происходит, и причем это так грязно, и какие-то бабищи отвратительные, бесформенные, как, вот, блядь, с квадратными жопами, такой ужас, такой дьявольский ад, и ты вспоминаешь, думаешь, ну, вот, почему сейчас не так, или, может быть, я вижу то, что хочу видеть, почему, вот, как, как вы считаете, олдфаги, напишите в комментариях, прав я или нет, может быть, на периферии, вот, как у нас было так, может, у вас там где-то в столицах было по-другому, но, но я вижу это именно так, друзья мои, дорогие мои, хорошие, и я хочу подвести, подвести все-таки итог, резюме такое, почему, вот, почему так происходило, все очень просто, раньше не было интернетов, и мне это, знаете, напоминает, вот, а что еще делать остается, напоминает книжку, естественно, Алиса Розенбаума, она же Айн Рейнд, Айн Рейнд, Атлант расправил плечи, ну, я думаю, вряд ли кто-то будет читать, но я вспомню такой момент, там, где завод, или я не помню, что там фабрика, начали жить вот по той коммунистической парадигме, и когда у них началось там все разваливаться, и самое забавное, когда все, все развлечения, вот, помните, того старичка, который любил слушать классическую музыку, ему не давали пластинки, новые не покупали, и он загрустил, запил, а вместо денег на эти пластинки, эти деньги отдали какой-то малолетней девочке, чтобы ей поставить брекет, ну, или я не помню, как там это уже называется, вот, и чтобы выровнять ей зубы, и потом этот чувак, он допился до чертиков, и спился полностью, тотально, потом встретил эту девочку, и все зубы ей нахуй повышебал, да, так сказать, нормально, нормально, такой вот конец, и к чему это все, потому что развлечений нет, развлечений у них не было, что еще делать, чтобы там какие-то деньги, какие-то преференции, бенефиты и прочие, прочие льготы им давали, они рожали детей, ну, чтобы им пособие дали, грубо говоря, и от другого ничего не оставалось, то же самое и здесь, то есть сейчас, сейчас есть инстаграмы, сейчас есть что угодно, сейчас есть интернет, скоростной, безлимитный, а тогда ты порно-ролик качал чуть ли не два месяца, а потом в конце раз и разрыв, и все, и у тебя уже инфаркт и балдежный инсульт, а сейчас есть все, и тогда что еще оставалось, тогда, естественно, пивасик в пирамиде масло, и все, и дальше ебля, вот нажрались, ну, а что, объясните, что еще делать, может, вы ответите на этот вопрос, а сейчас не так, сейчас я понимаю, что, я смотрю в лица этих школьников и понимаю, что их это интересует, ну, не то чтобы полностью, не то чтобы всех, но ебля бухло, она стоит не в авангарде, она где-то может быть посередине, знаете, ебля бухло, как мне кажется, вот для этого поколения, поколения Z, по-моему, правильно я назвал или нет, неправильно поправьте, знаете, это как ебля бухло, это как, ну, попил газировочки, потом отрыжка, ну, вот что-то такое, она, знаете, не особо интересно, что же их интересует, но, на мой взгляд, их интересует какой-то нелепый этот шмот, вот тут я могу по-стариковски попиздеть, хотя, опять же, по-стариковски, этот шмот намного лучше, чем Роберто Кавали, блядь, с ближайшего рынка, который ей дядя Тофик продал, он ей наклык дал, блядь, за это Роберто Кавали, блядь, блядь, вот что лучше, блядь, говно съела мочу, конечно, ну, сейчас, сейчас лучше, сейчас лучше, это, это, это сто процентов, сейчас их интересует инстаграм, потому что, ну, я так в транспорте ехал, она, ой, я увидела эту фондочку у тебя в инстаграме, и все такое, на самом деле, что можно еще сказать, можно сказать, то, что у них шмотки, шмотки, у них хороший макияж, хорошие шмотки, хороший макияж, даже видно, вот баба идет, она, у нее дешевые шмотки, но все равно они подобраны хорошо, потому что у нее есть вот интернет, и там всякие эти лукбуки, луки, хуюки, а раньше, извините, раньше, что было, журнал какой-нибудь там вулканизационального отверстия или Кулгел, блядь, вставь класс, если ты помнишь постеры в журнале Кулгел, не спрашивайте у меня, откуда я о них знаю, ох, Кулгел, обязательно поставьте класс, это Кулгел, какой пиздец, да ладно, у моего тройерного брата была не то, что подписка, но он где-то их или пиздил, или еще что-то, и мы с ним вдвоем читали Кулгел, может, тебе поэтому такой ебанутый стал, может, сука, в суд на них как-то подать, ну ладно, неважно, в общем, сейчас баба в интернете, она может посмотреть, как там правильно стрелки делать, как там губы правильно красить, в общем, как там все подбирать и сосочетать, а раньше Роберто Ковалли, извините, с рынка, нихуя не было, ну не было, сейчас даже у нас, вот на периферии, в наших пердях, и то бабы хорошо выглядят, не так, как раньше, мне есть чем сравнивать, раньше было очень-очень плохо, дорогие друзья, очень печально, я прошел тфагов, обязательно подтвердите мои слова, и Илья Проверман, напишите в комментариях, для меня это очень важно, и они выглядят, тут у них в глазах нет этого, ладно, о глазах чуть-чуть попозже хочу сказать, я хочу, давайте вот что из негативного я увидел, то, что действительно, как я сказал, МСПОХ, они поздно взрослеют, это 100%, вот это у них в глазах написано, то, что они, знаете, вот я вспоминаю, там, сегодня видел, кто там с мамкой, кто там еще там с кем-то, ну, такое, невозможно шизить или что-нибудь такое сделать, антисоциальное, вместе с мамкой или еще с кем-то, ну, хотя, хер узнать, мамки-то разные бывают, но они, откровенно, они инфантильные, они инфантильные, и они такие, знаете, кастрировано-фригидные, опять же, я уже сказал, что еблия, ну, как-то их не особо интересует, может быть, это хорошо, может быть, есть элемент эволюции, или еще как-то назвать-то, то есть, раньше, опять же, я говорю, эти гобники, они нахуяривались, и, эй, чипи, я тебе сейчас в рот накапаю, шишка стоит, давай сюда, я это с ужасом вспоминаю, это было, это был пиздец, дорогие друзья, и, знаете, что, вот у бабищ, у бабищ, у них нет этого блядского, блядского блеска в глазах, потому что я вот вспоминаю там своих каких-то, да у нас просто школа еще была более-менее такая элитная, там такого не было, а вот соседней, этой школой, блядь, пугали всех, потому что там такие упыри, блядь, учились, и там, я ничего не хочу сказать плохого про миску и тетям, я же говорю, мне все равно, я не осуждаю никого, ну вот, в парке Щербакова на рельсах там вот из этих, из такой плеядки, из этой когорты там, блядь, лежали, блядь, это такой ад был, ну просто не передать словами, и у них, вот у этих баб, вот оттуда 10-15 лет назад, у них был этот блядский блеск в глазах, и они, они уже, там было видно, знаете, вот основной инстинкт в этих глазах, то есть я уже, я уже готова, блядь, к спариванию, все, я готова рожать детей, пусть у меня нихуя нет, да, дал бог зайку, лужайку, вот это, это, это эти, вот я ж матери, это они, вот можете их детектить и узнавать, и насмехаться над ними, это они, я их разоблачил, я вам их показываю, что-то я как-то завелся, не знаю, ну правда, это флэшбэк на меня накатило, меня это удручает, мягко говоря, а вот у этих подруг я как-то, ну не увидел, им интереснее инстаграмчик, интернет, вот эти гаджеты, там попереписываться, там, сэлфач, вот, смотрите, я такая красивая, посмотрите, какая у меня там стрелочка, какие у меня там сережечки, какая у меня сумочка, а вот, смотрите, я там зачекинилась в таком месте, ой, я сижу там, я в кафешке, друзья, а тут я с кальяном, а тут я еще, посмотрите, в каком я охуенном ресторане, или еще там где-нибудь, вот эта хуйня их волнует, вот я не представляю, сейчас баб видел, я не представляю, чтобы они шли по центру с пивасиком, а я помню еще те времена, когда в центре ходили с пивасиком, и били, блядь, друг другу ёбла, на самом деле это неприятно, это неприятные воспоминания, сегодня я посмотрел, хорошую оценку им ставлю, ставлю им класс, действительно, мне очень понравилось, потому что мне есть с чем сравнивать, еще раз повторю, и по поводу кунчиков, по поводу кунчиков, знаете что, какой вывод я сделал, я уже это говорил, то есть сейчас Хикан со своими болячками, Хикан не боец нихуя, и поэтому риск получения пиздюлей там не возрастает, ну мало ли, вдруг ко мне же там и Капари подходит, ну и я, и бабы, конечно, подходят, и собаки, но с бабой я еще как-нибудь справлюсь, я надеюсь, быть может, а вот с каким-нибудь там Гераклом, вряд ли, не знаю, ну может быть, хуй его знает, не хотел бы проверять, но о чем я, я вот сегодня на кунчиков посмотрел, они такие, ну они бывают там и разного роста, разного веса, но их объединяет одно, то что, как я сказал бабищ, нет этого блядского блеска в глазах, а у них нет вот этих надписей, бегущих строк, блядь, дикости и сынов Ишака, блядь, у них нет этих макокорезусов, сбежавших из Сухумского зоопарка, у них здесь в глазах ничего, они, ну такие же тоже инфантильные, они какие-то спокойные, значит, ну не знаю, может они трезвые были, вот под вечер уже там балдежный разумизм их в кавычках накроет, хуй его знает, не хочу даже виновать это, но то, что я видел сегодня, я передаю вам, и я понимаю, смотрю на них, я понимаю, что они мне никогда в жизни не дадут пиздюлей, не потому что Хикан у нас боевик, а потому что, ну какие-то вот они такие кастрированные, может быть, кастрированные социальными сетями, или цивилизацией, или хуй его знает, но у них нет вот этого, этой бессмысленной какой-то, блядь, межвидовой борьбы, как раньше, то есть эти гопники, они просто провоцировали, каждому нахуярится пиво, и провоцируют любого, неважно, хоть Амешку, хоть Альфача, то есть их смысл жизни в чем состоял, чтобы нахуяриться, или, ну вот, по профессору Савельеву, да, что там, доминировать, жрать и размножаться, то есть вот, выпили пивасика, поели, там, или чипик какую-то аж пандорили, или размножились, ну, в смысле, это одно и то же, или там, дико подоминировали с каким-нибудь, там, неважно, абсолютно с кем, то есть они бельмы, блядь, залили, бельмы залили это бабулино выражение, авторское право соблюдаю, и, у этих ребят, вот, которых я сегодня видел, у них такие стрижки, знаете, андеркат, правильно же я назвал, да, такие они стильные, тоже я видел, вот, с бабочки там сегодня, одного такого хипстера, хипстера, ну, вряд ли меня такой, когда-нибудь отписит, ты просто в глаза его смотришь, не, 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 ни хуя, никогда спокойно проходить, даже если толпа их стоит, тебе не будет, как раньше, эй, сюда волосатый, подошел, блядь, макоблей, такое, ну, никогда в жизни не будет, и я этому безумно рад, потому что, с моим, неважным здоровьем, получение пиздюлей, нежелательно, нежелательно, я свое уже, господа, отполучал, теперь ваш черед, да, не удивляйтесь, так что, сегодняшним променадом, я, я доволен, полностью, бабы лучше, вот как это, Света, да, из Иванова, бабы стали лучше одеваться, кунчики, кунчики перестали быть дикими, ну, вот, правда, не знаю, хорошо это или плохо, тут, конечно, палочка о двух концах, палочка, ну, с моей стороны, это безумно хорошо, конечно, потому что хикан не будет получить пиздюлей, а бабищи, и, кстати, вот, по поводу секса, тоже бабищ, бабищи, я же сказал, что секс, это не на, не в авангарде стоит, не на первом плане, но, они к нему как-то очень просто относятся, знаете, я еще заметил, то, что, блядь, вот, у наших шаболт-идиоток, вот оттуда, лет 10-15 назад, у них вот эти шоры были мамки, ну, вот как Галя рассказывает, что мужик тебя там, что, выебит, найдет, выебит и высушит, он тебя уничтожит, съест, закопает надпись, ну, короче, вот эта тупость какая-то невероятная, ходили, знаете, вот легенды тоже такие, если ты, тебя выебут, то тебе там хуй отпадет, или что-нибудь, ну, ну, какую-то хуйню, ну, вот помните эту историю из военкомата, да, когда заставляли выпить стакан воды, которые туда все хуй макали, это были, именно в нашем военкомате это было, а не в каком-то другом, ну, вот такие истории, глупые, безумные, блядь, как же хорошо, что это время прошло, это пиздец, дорогие мои хиканы, а так, так, я рад, я безумно рад, вы бурят, я так рад, ставь класс, ставь класс, если ты бурят, и не только, и так, дорогие мои друзья, я хочу, чтобы, ну, олдфаги, олдфаги, отпишите, как у вас это происходило, и меня не особо интересует, вот, это, это мода, это мода, это отвратительные бабские шмотки, кунчики, ну, ну, что раньше, кунчиков раньше пиво было, это их религия, и смысл жизни было, мне хочется узнать, согласны ли вы своим мнением, что сейчас молодежь, она не такая дикая, как раньше, отпишите, ну, да, ну, может быть, они инфантильные, может быть, они бзиловатые, может быть, они маленько кастрированные, но самое главное, нам-то не прилетит пистелей, хотя не все, опять же, не все, я так говорю, в среднем по больнице, короче, дорогие друзья, отписывайте, согласны ли вы с моим мнением, или нет, не важно, олдфаги, не олдфаги, для меня это очень важно, ох, уже стемнело, а сейчас я вас всех обнял, ставьте классы, подписывайтесь на канал Хиканада, найдите с бабулиныч пакеты, заказывайте рекламу и сигны, поделиться, поделиться, вот где-то здесь стрелочкой, или внизу, можете посмотреть, про колокольчик, не забываем, не забываем, рассказываем своим корешам, драгоценным, и тогда до новых встреч, темки, темки, лавки, лавки, по кусике, пока. Субтитры сделал DimaTorzok